Добрый день, дорогие друзья, мои подписчики, мои дорогие гости! Я вам всем очень рада! Ну, начнем обзор! Вот смотрите, какие красивые с серебряным ободочком смотрятся! Это, наверное, подмороженые, креманочки такие замечательные! Это я с той стороны снимаю, где все подешевле, стекло, да? Ну нет, тут, наверное, и что-то другое попадается. Вот эти, ну, они такие простенькие, зеленая ножка и все! Ну, мне просто приглянулись вот эти креманочки, думаю, надо посмотреть. Вот пивные кружки. Я это сняла, еще пивные вот эти всякие стаканы кружки у сына, но я еще не выставила, как-нибудь коллекцию его покажу. Ну, а теперь мы тут, смотрите, сколько тормозов! Кому надо, приезжайте, покупайте! Тут постельное в упаковке, новое. И всегда я пока до конца дойду, забуду. Хотела же подойти у них спросить, сколько они датская между... Эйдель, королевская и постельная. Его кто-то купит обязательно, конечно. А вот этот уголок, петушок, посмотрите, там сзади холодец, баночки. Вот эти всякие маринации. Интересно, даже продукты сюда приносят. Ну, я посмотрела, там эти непросроченные. А сколько тут вот этих? Ну, есть же кому покупаться, покопаться там. Геннадий всегда любит там смотреть. И это... Там и ножики, и чего только нет. И вот эти открывашки или штопор или вытаскивать, да? Ну, ножики вот в упаковке. Я, конечно, редко сюда подхожу. Корзиночки. Но сегодня я решила вам показать эти блюда. Я тоже сегодня не буду пересматривать. Вот для оливок с деревянными. А может быть и не деревянные. Они же в упаковке. Я их не стала открывать. И еще там где-то были такие же. Доставать оливки из баночек. Вот такие. Вот это капитальная такая, знаешь, ручка. И очень тяжеленькая. И удобно, наверное, с ней ехать. Я не знаю. Вот открывашка такая. Всю жизнь покупали в других магазинах. А тут такие хорошие. В магазинах они все равно дороже. Вот видите, вот еще эти для оливок. Сзади ножики. А тут наша родная мясорубка. У меня их аж две, по-моему, этих мясорубки. Вот эта вазочка еще стоит. Шкатулочка. Никто не купил. Дорого, наверное. Хотя они каждый раз это разбирают сразу. Ножики с перламутровыми этими. Ножики для завтрака, я так поняла. Они коротенькие там. Мне кажется, вот это блюдо очень даже хорошее. С этой ручечкой. Вот эти красивые, да, подкладывать. Но 10 евро – это дорого. В этот раз мне показалось, что перемены. Это блюдо еще стоит. Они его куда-то убирали. Что у нас стоит 30 евро. Она огромная. И это, ну, конечно, если рыбу наложишь и принесешь на стол. Да, красиво будет. А вот это Велеройнбог. Овальное блюдо, круглое блюдо. Это все в шкафчике стоит. Так и стоит. Я, наверное, показывала уже в первых роликах. Это 210 стоит шкаф, витрина. Салфеточки, салфеточки. Кругом салфеточки. Такие лампы. Тоже неплохие. Они небольшие. Ножка у них красивая. Ну, мой любимый кайзер. Я к нему опять подошла. Он такой нежный. Он такой красивый. Ну, может, не каждый любит вот эти цветочки, розочки. Но он мне так нравится. Тут все и есть, да. Сахарница тоже красивая такая. С бутоном, с нераскрытой розы. Сахарница и... Ну, просто, конечно, много всего ставить некуда. Поэтому я себе такое не беру. Там, по-моему, цена стояла. Но я не успела сейчас разглядеть. А там я не видела. Когда я снимаю, я не все вижу. Кофейник. Еще и на подогревалке, да? Чтобы свечку ставить туда. И вот тут. Ну, вот этот не отсюда, мне кажется. Хоть и кайзер, но что-то он такой другой совсем. Мы просто подставили. Тоже маленький подсвечник. Ну, милашка. Красота, да и только. Что я могу сказать? Этот шкаф с Мейсоном за 1350 или 1150. Красивый. С золотым ободочком. Он все еще на месте. Это как музей. Ну, если кто-то захочет купить, продадут, конечно. Но дорого, мне кажется. Этот стол тоже еще полный. А тут теперь уже пусто. Знаете, я потом спросила. Говорят, что это у вас так пусто? Они говорят, а мы на стеллажи все перенесли. Ну, я посмотрела, правда, эти сервизы ушли. Они давно стоят. Никто не берет. Они унесли их туда на стеллажи. А сюда что-то новое будут выносить. Интересно, сейчас флюмарки, блошиные рынки пооткрывали. Смотрите, Англия вот. Троечка. И, конечно, многие туда идут на рынки. И там, конечно, наверное, дешевле. Я в этот раз в воскресенье тоже пойду в Сити. Там будет блошиный рынок. И посмотрю. Потом вам все расскажу и покажу. Если мне дадут снимать. Вот этот уголок интересный такой. Тут подсвечники тяжелые. Вот мне понравился тут мужичок. Вот он у плафона. Он, по-моему, такой тяжелый, как... Он из металла. Как же он называется металл? Вот забыла. А вот эта вот черно-белая картина красивая. Она такая современная. И смотрится прекрасно. А этот красавец стоит. Никто до него еще не добрался. Вот эта с овечечком. Это из какого-то камня. Тяжелая. Тут не знаю, что вам рассказывать. Но тут много всякой всячины. А вот этот... Мне понравилась вот эта шкатулочка. Она из дерева. Она немаленькая. И это красиво сделано. И вообще это дерево ореховое, наверное. Вот это мне понравилось. Комодик такой. Шкатулка-комодик. Мне кажется, вот видите, вот это ореховое дерево. Уж очень красиво смотрится. Его зачастую продают и в магазинах. В фойе стоят люди и целыми коллекциями. Ну, такие, наверное, с какого-то предприятия или свое. Не знаю. Не могу сказать. Смотрите, сколько тут под серебром, металл, медь. Ну, на любителей. Кто в этом что-то понимает и придет сюда, обязательно себе что-то тут найдет. Колокольчики. А вот эта тарелочка тоже сделана металлическая. Она прям такая чеканка на ней или что. Хрусталь. Сегодня я на нем не сильно остановилась, потому что ничего новенького. Все то же самое. А вот этот горшок красивый. Кашпо, извиняюсь. Девочки, он стоит 25 евро. А я вам показала свой, который я... Я его купила где на рынке, наверное, да? За 2 евро на блошином. Ну, они, конечно, наверное, разные по винтажному состоянию, по времени или как. Я не знаю. Ну, красивые. Эти мне понравились тоже стеклянные горшочки. Такие под цвет лета, да? Солнышко, зелень и вода. Может, было где-то красиво поставить цветы. И вот эти замечательные. Это то, что новое. Я вам остальные не буду показывать, потому что я так прошлась. А это мне сразу бросилось в глаза. Тут много чего. Вообще, я искала себе вазу зеленую. Ой, смотрите, какой парусник шикарный. Красавец. Вазу зеленую искала. Нашла, но она дорогая была. Вот эти. Такое матовое стекло или что это? Такие красивые. Вот они, фужеры, всеми любимые. На ножке. Вот эти фарфоровые розочки, цветочки. Вот цена этим подсвечникам, которые я их каждый раз... Я их каждый раз смотрю, думаю, купил кто или не купил. Мне что же интересно. Вот еще фужеры пониже. Но они разные. Для коллекции, кому не хватает, можно здесь что-то найти, наверное. Вот. Еще одна фарфоровая розочка. Но это все в витрине за стеклом. А там ходят работники. Их видно отсюда. Фигурки дорогие. Фигурки дорогие. Вот эти. Ну, их разглядывать надо. А что еще от них? Покупать я их точно не буду. И вот в таком шкафу в витрине тоже находятся какие-то статуэточки. Тоже недешево. Ну, до них тоже когда-нибудь доберутся и немножко уценят. Наверное, корзиночки. Очень люблю. Всякие разные. Тут прям целый угол. А что ж. Вон она стоит, моя вазочка, которую я хотела. Но я не такую хотела. Она такая пузатенькая. Сейчас, может, я дойду еще до нее. Нет, не жаль не покажу. А вон она, видите. А я хотела под цветы. Пока-пока, мои хорошие. До следующего раза. Продолжение следует.